Добрый вечер. Меня зовут Наталья, пиар-менеджер компании DataArt. У нас сегодня 37-я встреча нашего сообщества. И нашим спикером является Андрей Хитрый, это старший андроид-разработчик компании Trinity Digital. Вот он расскажет эту тему андроид. Думайте через данные. Junior-разработчики, они умеют программировать, но при этом они очень-очень-очень плохо работают с данными. То есть у них отсутствует некоторое понимание консистентности данных, то, как нужно их распределять, возможно, как-то выделять определенные типы данных или наоборот группировать определенные данные. И поэтому я хотел вот в общем об этом, обо всем рассказать, какие есть проблемы и какое есть одно очень простое решение, которое, ну, я рекомендую к использованию, но, в принципе, я не настаиваю, хотя, возможно, в том или ином виде все все равно так, именно так и делают. Вот. Начну с чего? Начну с того, что сейчас, как все, наверное, видели, в том числе на Хабрахабре, есть очень множество способов построения андроид-приложений. Сейчас очень популярно это MVP, но также есть очень много фреймворков. Если зайти, например, на GitHub и там поискать, там будет просто тысяча фреймворков, которые позволяют так или иначе построить андроид-приложение. Такая же точность ситуации обстоит и с библиотеками. Если вы хотите работать с сетью, то вам предоставляется огромный спектр библиотек, начиная просто от HTTP или просто работы через URL-коннекшн и заканчивая ретрофитом, например, который позволяет просто писать интерфейс и через него, не думая совсем о том, что там внутри происходит, через него получать данные из сервера. То же самое обстоит и с базами данных. Все знают, что есть несколько очень популярных ORM, есть также другие решения, например, это Realm. Но использование этих библиотек, оно само по себе не гарантирует того, что программист будет писать на них хорошо. Еще такой момент. Нет единственного верного способа передачи данных в приложении. Например, вы хотите передать данные между фрагментами, двумя. Вы можете сделать это очень, скажем так, не очень многими способами. По сути можно сделать это тремя способами. Первый — это через бандл, второй — это через какой-нибудь синглтон, и третий способ — это через базу данных. Еще хотелось бы тоже затронуть в рамках работы над данными такой вопрос, удобно ли тестировать данные через UI. Потому что бывают такие ситуации, когда в программе, например, в Activity, ведется прямая работа с базой данных. Допустим, там пользователь что-то записал в поле ввода, нажал кнопочку «Ок» и прямо там идет SQL-запрос, там асинхронный, не асинхронный, который записывает данные в базу данных. И когда производится тестирование, соответственно, мы уже завязаны на Activity, то есть не просто на данных. Мы же не будем дублировать этот запрос. Мы должны именно протестировать тот участок, который у нас есть в программе. Не синтетически, а естественно, вот у нас здесь написано такое сохранение, мы его и тестируем. И, соответственно, мы уже завязаны на Activity, то есть мы должны ее протестировать. Хотя, по сути, в большинстве случаев тестирование Activity можно вынести только в построение скриншотов. То есть мы просто пробегаем там по всем Activity на разных девайсах, делаем скриншоты, смотрим, что все нормально, и больше ничего с ними не делаем. То есть мы не тестируем обработку данных в Activity. И последний момент такой, для меня стал таким философским моментом. Я хранил данные в JSON. Я не использовал. Это было довольно давно, но я не использовал никакие базы данных. Я расскажу почему. Потому что одно время мы работали со сложной системой, которая была построена на 1С, и она нам возвращала огромные справочники. И в этих справочниках данные были абсолютно не структурированы. То есть там могло поменяться все, что угодно в любой момент. Например, могло оказаться так, что один и тот же элемент в каком-нибудь списке, точнее два разных элемента в одном и том же списке, они содержат противоречащие друг другу поля, и по сути даже данные в них могли обозначать совершенно разные вещи. И на тот момент мы столкнулись с проблемой хранения этих данных. Мы хотели как? Мы хотели, как по-правильному, получить данные JSON, сохранить их в базу данных и, соответственно, потом уже работать с базой данных. Но несмотря на то, что база данных нам позволяет делать иерархию, то есть наследование, создавать сложные разные объекты, делать между ними сложные взаимодействия, но этого было недостаточно, потому что, по сути, у нас при изменении чего-то в 1С, а 1С программисты меняли это все, не повещая нас об этом иногда, нам приходилось обновлять приложение. То есть нам приходилось создавать миграции для базы данных, и при этом иногда их сделать было просто нельзя. Вот опять-таки, когда есть список, в нем два разных элемента, и они содержат абсолютно разную информацию. И там уже никакие миграции, соответственно, не помогут. Но даже тогда у нас данные хранились в этих JSON-файлах, они хранились не в кучу, а раздельно друг от друга. То есть мы получали с сервера много данных, но мы их разделяли, мы все равно это делали. То есть не было такой свалки данных, которая на самом деле сейчас есть, особенно в приложениях, которые пишут начинающие разработчики, она есть везде. Такой момент. Все всегда уделяют много времени архитектуре, очень много времени архитектуры. Есть куча споров о том, как правильно строить, что использовать, использовать Rx, не использовать Rx, допустим, делать MWP, делать MWC или что-то еще. Но очень мало времени уделяется именно проектированию, проектированию приложения. Обычно нам поступает ТЗ, допустим, там серверным API, сразу с дизайном все, и мы начинаем там, после небольших обсуждений, как мы это будем делать, мы начинаем писать код. Но именно самого как такового процесса проектирования его нет. То есть мы не определяем, какие у нас будут модели, какое между ними будет взаимодействие. Возможно, что-то стоит от сервера еще запросить, что-то убрать. В таком очень быстром темпе создания проектов на это время иногда просто нет. И это очень-очень плохо, как мне кажется. А второй момент – это добавление стека Rx. Я очень много слышу хвалебных отзывов в последнее время об Rx. Я сам его некоторое время использовал, но не преднамеренно, потому что я просто был на поддержке проекта, который использовал Rx. И я хочу сказать, что даже если вы добавили к себе Rx, добавили MWP, это не гарантирует, что архитектура будет хорошей. Ну, просто не гарантирует. Бывают случаи, когда люди пишут вот эти вот так называемые callback hell, когда очень-очень много-много последственных действий производится на данных. Они пишут там прямо в Activity или эти данные в них непонятным образом преобразуются, хотя они им нужны только вот в том конечном виде, который поставляется непосредственно на последнем этапе. То есть, допустим, мы там мэпим что-то, мы какие-то данные убираем, что-то еще с ними делаем, там, не знаю, разделяем в другую структуру, переписываем. Но зачем это делать? Если можно, если вам нужны только конечные данные, так храните вот эти только конечные данные. Зачем нужно делать какие-то постоянные преобразования? Я не говорю о тех преобразованиях, когда нужно, допустим, одни и те же данные представить в разном виде. Да, тогда это имеет смысл. Но когда сервер вам, допустим, какой-то предопределенный шлет данные, которые не в том формате, не той структуры, которые вам не подходят, зачем вы их преобразовываете? Вы их храните в таком виде, который вам нужен. И модель, она является основой приложения, как нас многих учили в университетах, что программы – это алгоритмы и данные. Так вот, данные, они не могут располагаться в программе просто так, просто лежать там. Вот у нас там есть база данных, мы там что-то у нее положили, ну и лежит там, запрос получили как бы, и по запросу получили какие-то данные, что-то показали и все. Нет, они… нужно создавать именно модели, то есть не объекты в базе данных, а именно модели над данными, которые объединяют какой-то скоп данных, которые, наоборот, разделяют какой-то скоп данных. И очень часто это просто не делается. То есть делается там database helper или там репозиторий и все. И из него мы там получаем все, что нам надо и все, что нам не надо. Вот. И как я уже сказал, данные должны быть структурированы. И с этого я хочу начать эту беседу. Начну я с антипаттернов. Вот первый антипаттерн – это de-application. Вот это вот код – это код из реального проекта. Вот это все находилось в классе de-application, который у нас наследовался от класса application. Что делал программист? Программист решил, что у него, да, ему нужно, допустим, хранить путь до изображения, который отправляется в поиск. Ну, собственно, положить, получить. У него есть какой-то там пользователь, он должен хранить его идентификатор. И есть размер изображения. Тут, по-моему, ширина только, да. Сможно, он хранил еще и высоту. Он решил, что ему удобно это все хранить в классе de-application и, соответственно, все запихал туда. И проблем никаких не было. Этот пример я сюда поставил, потому что начались проблемы. Начались проблемы, когда у него вот эта вот часть и вот эта вот часть. Она не могла присутствовать в приложении в одном виде. Там появился момент, что нужно было два изображения отправлять. Никто об этом не думал ни на этапе проектирования, ни на этапе дизайна. Просто приложение могло отправлять теперь два изображения. Какой, соответственно, вывод? Нужно было, ну, что он сделал? Он взял, добавил еще вот по два таких метода. То есть там, по-моему, было имидж 1 и имидж 2. Ну да, у него все работало. А что, если бы у него было бы 10 таких картинок? 20, 30. Соответственно, он начал бы добавлять дальше, 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 дальше. Такая ошибка встречается очень часто при инициализации данных. Когда программист, он думает, что у него всегда, вот этот объект, он всегда будет один. Вот очень часто это с поиском. Вы всегда говорите, что у вас будет один поиск, только тогда, когда вы мне сказали, слушай, а давай ты сделаешь историю поисков нам. И вот тогда начинаются проблемы, особенно в таких случаях, когда модель, она, в принципе, изначально не предназначена для того, чтобы хранить несколько объектов. Причем здесь видно, что вот эти методы, они вызываются напрямую, вот когда он получил путь изображения. Да, он получил, и он начинает записывать. А возникает такой вопрос, а когда создается сам объект изображения? Когда он удаляется? Здесь этого нет. То есть я могу задать здесь путь, но не задать ширину объекта. Когда я его удалю? Нужно ли мне его вообще удалять? В примере, который указан вот здесь, вот там изображение не удалялось, и можно было просто второй раз в случае, ну, в некоторых обстоятельствах, когда активит возвращалась, если пользователь делал, ну, выбирал фото, фото было каким-то странным, то у него все равно показывалось старое изображение. То есть, ну, нету, не было жизненного цикла самого объекта. Жизненный цикл объекта, он очень важен, несмотря на то, что это просто, по сути, это как бы просто данные, но при этом они тоже должны жить своей жизнью. Они являются основными, потому что что мы показываем? Мы показываем пользователю данные. Что мы отправляем? Мы отправляем всегда данные. Ну, еще здесь одна тоже распространенная ошибка. Это вот, когда мы вот это, путь изображения поместили вместе с этим. Это все ведет нас к паттерну, ну, к антипаттерну, который называется GodObject. Раньше GodObject был таким очень явным паттерном, то есть мы действительно видели там класс, на котором находилось там 10 тысяч строк кода, и там было абсолютно все. То есть люди не мыслили объектами, они мыслили просто функциями. Он перетек в Android, но немножко в другом виде. То есть здесь тоже это явный вид. То есть мы явно понимаем, что у нас есть один класс, и он является GodObject. Он перетек в BaseActivity и BaseFragment. Понятно, что всегда практически мы создаем вот эти два объекта, BaseActivity и BaseFragment, для того, чтобы, ну, какие-то операции простые, там, транзакции фрагментов, там, что-то еще, поместить просто в базовую Activity и использовать ее уже из всех остальных. И тоже я видел примеры в коде, который я поддерживал, когда запихивали логику работы с базой данных именно туда, то есть в BaseActivity, в BaseFragment. Несомненно, это удобно. То есть у вас есть какой-то пользовательский интерфейс, вам не нужно заботиться о том, где там у вас открыта база, закрыта база, что там с ней делать. Просто выберем, вызываем вот подобный какой-нибудь метод. Ну, вместо SharedPreferences там может быть запрос к базе данных. И, соответственно, просто забили, запихали, и все. Удобно, хорошо. Жизненный цикл, в принципе, определен. Там, вон, create мы создали, или там, вон, pause, on, resume. Открыли базу. Потом вон, destroy, закрыли базу. И, собственно, обращения находятся в одном месте. Это, с одной стороны, вроде бы как-то плюс. То есть у нас все разделено. Вот у нас запросы к базе, выпуск одного места. Нам не нужно следить за тем, что открыта база, закрыта база, из какого потока мы берем данные, что мы… Ну, не нужно заботиться о закрытии базы. То есть она работает вместе с жизненным циклом Activity. Но также опять очередной минус, когда данные не разделены на модели. То есть мы опять работаем только с кучей данных. Мы получаем все, что там есть, вот все мы можем получить. Может быть, нам в каких-то Activity эти все данные не нужны. Может быть, там в одной они все нужны. Но такого я не встречал. Еще один такой момент — дублирование методов получения, когда мы обращаемся не из пользовательского потока и не от интерфейса. Все у программиста было хорошо. Он использовал вот такой подход. Он использовал async-таски. Потом вдруг внезапно, бам, сказали, что все, асync-таски использовать нельзя вообще. Нужно там использовать treat-exeggutor, да, и в отдельный класс там его вообще куда-то убирать. То есть вообще логика работы с сетью, она вообще куда-то уходит. И что программист делает, которому сказали, что нужно это сделать вчера было? Он берет, просто копирует методы. И, ну, есть вырожденные случаи, когда идет не копирование методов, когда идет превращение тех методов, которые были в BaseActivity, в статические методы. И идет, получается, по типу проксифицирования. То есть в BaseActivity остается, допустим, и вот такой метод, да, и тот же самый метод с префиксом static, и там будет getStatic. Ну, то есть добавили сюда строчку, добавили сюда строчку, все очень хорошо. Ну, и, естественно, там будет где-то контекст, который будет тоже статическим элементом. Ну, у нас же всегда Activity хотя бы одна жива. Значит, все хорошо. А потом ему говорят, что вот у нас есть такой момент, нам нужно еще с Bluetooth работать. И с Bluetooth было бы хорошо работать из сервиса. И нам нужно, чтобы соединение с Bluetooth было постоянным. То есть пользователь включил приложение, он может его закрыть, но вот с Bluetooth мы должны работать. И вот тут возникают проблемы. Вот здесь уже идет чистое дублирование. То есть нам нужно что-то записать в базу, то, что, допустим, изначально пользователь вводил руками, теперь он, получается, какого-то делается через Bluetooth. И вместо того, чтобы выделить отдельный класс, иногда просто копируют, вставляют, и об этом во всем забывают. И это, естественно, понятно, почему это плохо. Потому что как только у вас что-то поменялось, в базе нужно изменить два метода. И самый распространенный пример, даже когда, допустим, данных мало, к ним удобно обращаться, их можно запихать в BaseActivity, простые приложения могут позволить себе это делать, дописывается логика, которая косвенно относится к модели. Здесь вот такой пример. Здесь идет прослушивание обновления токена ВКонтакте. То есть приложение работает с ВКонтактом, и когда мы получили токен, нам нужно, пользователю нужно что-то сделать. Допустим, по-моему, в этом проекте как раз из Activity токен потом отсылался на сервер для проверки. Ну, отправлялся какой-то запрос о том, что пользователь обновился токен, надо бы его проверить, действительно ли он такой. И вот это все было запилено в базовой Activity. Здесь понятно, что здесь есть явная одна ошибка, когда зачем-то у нас дополнительный какой-то интерфейс свой, который, в принципе, дублирует функционал этого интерфейса. Но, по сути, токен… Да, нам нужно этот токен только отправить на сервер. Мы его не будем использовать нигде на клиенте. Нам он нужен только для отправки на сервер. Но, по сути, он относится к пользователю. То есть это пользовательская информация. И в этом проекте был класс пользователей. Там было имя, фамилия пользователя и прочее. А почему там не было токена, для меня осталось загадкой. Потому что, по сути, то же самое можно было вынести в пользовательскую модель. И трекать его оттуда. И уже когда сработал, допустим, там триггер, или если там при использовании паттернов observable, допустим, обновился токен, мы оповестили всех, что токен обновился кому надо. Мы тогда уже отправили запрос об обновлении. И мы тогда вообще отвязываемся от пользовательского интерфейса полностью. Я вот уже об этом на одной из конференций говорил о том, что, по-моему, на DroidCon, о том, что нужно как можно больше отвязывать пользовательский интерфейс вообще. Вот. Не нужно там писать очень много кода. Нужно, чтобы пользовательский интерфейс, activity-фрагменты, они показывали интерфейс и выполняли какие-то операции. Потому что когда начинают в пользовательский интерфейс добавлять сложную логику, которая, по сути, является логикой либо работы с сервером, либо работы с данными. Там вот очень-очень простой есть пример по поводу загрузки изображений, когда трекается у нас прогресс в activity. Соответственно, activity умирает, прогресс мы не трекаем. Когда activity снова появляется, прогресса нет. Потому что мы никак не можем определить, что у нас, допустим, это та же самая загрузка или, не знаю, что вообще activity как-то пересоздавалась. То есть у нас даже если мы используем эти стейты, то все равно он у нас, при ондестроен, он у нас удалится. Если мы заново вызовем activity, то там не будет никого стейта. Вот. Следующий момент. Это вот я говорил про разделение данных. Куда не нужно запихивать обращение к базе. Серверная API. Этот слайд, который, наверное, присутствует во всех моих презентациях, я всегда об этом говорю, мы являемся мобильными разработчиками. Мы разрабатываем мобильное приложение, которое является, по сути, таким объектом, который находится между сервером и между пользовательским интерфейсом. Между серверными разработчиками и между дизайнерами. Так вот, серверное API, оно всегда должно проектироваться для мобильного приложения. И нужно добиваться, нужно умалять серверных разработчиков, чтобы они делали вам API такое, какое вам нужно. Да, бывают случаи, когда это сделать нельзя, когда, допустим, там идет субподряд, и серверной разработкой вообще занимаются какие-то непонятные люди, которые редко выходят на связь. Но, допустим, когда идет только начало разработки проекта, когда идет только обсуждение того, как и что будет сделано, если можно повлиять на API, нужно добиваться вплоть до контактов человека, который все это пишет. Сервная API, как я уже сказал, она проектируется и для пользовательского интерфейса. То есть у нас есть дизайн. Вот обычно, когда у меня спрашивают, там, оценить проект или что-то еще сделать, я первое, что я спрашиваю, я спрашиваю дизайн. Я спрашиваю, есть ли дизайн, дизайн есть, хорошо, либо если наши ребята его нарисуют, то как бы тоже хорошо. Когда я вижу дизайн, только потом я начинаю разговаривать с серверными разработчиками, потому что я вижу, какие мне нужны будут данные, и я могу им точно сказать, что мне нужно, что мне не нужен, допустим, объект. Очень часто бывает такая ошибка, ну, не ошибка, когда серверные разработчики предоставляют объект в развернутом виде. Когда, допустим, мне в определенном экране нужно обновить данные и показать, там, не знаю, статус заказа и все. Они мне присылают полный фарш, абсолютно все данные. И нужно вот, нужно как-то определить точку взаимодействия, вот эту между дизайнерами и между серверными разработчиками. Одна из, третий момент, одна из типичных ошибок – это объекты без идентификатора. Когда сервера что-то пришло, и оно является просто набором данных. Допустим, там, мы получили, ну, список заказов плохой, примеру, списка заказов всегда есть идентификатор. Ну, там, сейчас, наверное, не смогу прямо так придумать. А, у нас был один момент, нам приходили в одном приложении пользовательские тесты, они приходили без идентификаторов. Соответственно, серверный разработчик, он сказал, ну, зачем вам идентификатор? Они вам не нужны, зачем? Вы ничего с этими тестами не будете делать, кроме как их показывать. Тогда мы спросили, а как мы будем их хранить? Ну, у вас же там есть база, ну, вот в этой базе-то и храните. Но объект без идентификатора — это не объект, это просто какой-то набор, набор символов, набор полей, в которых что-то написано. И поэтому всегда любой набор данных, локальный, серверный, абсолютно любой должен иметь идентификатор. Это очень сильно упрощает работу с данными. Потому что, ну, я потом объясню, почему это так важно. И это действительно помогает в том числе и подстраивать флоу данных по приложению. Ну и вот резюмируя, что нужно проектировать мобильное приложение, учитывая серверные данные, локальные данные и пользовательский интерфейс. То есть не нужно думать, что это три раздельные части, это одна и та же часть. Это наши данные в приложении. Они могут отличаться от того, что там на сервере, что там в веб-приложении или на сайте. Они могут отличаться от того, что в дизайне, например, хранить какие-то дополнительные поля, которые относятся не к показу информации пользователя, допустим, к UX. И есть какие-то ваши локальные данные, которые, возможно, вы тоже можете объединить в те же самые модели. И поэтому нужно это все учитывать и все собирать вместе. Вот. Вот серверные и локальные данные. Очень удобно разделять локальные данные и серверные. Потому что серверные мы пишем в одну базу. Там, допустим, юзер. Пользователь сервера записали в этот объект и создали local user. И туда пишем локальные данные, которые нам нужны. Есть такой вот пример по поводу входа в определенные точки в приложении. То есть, допустим, вам при входе на какой-то экран вам нужно пользователю показать какой-то диалог и определить, был он показан или не был показан. Обычно такие вещи люди хранят где-то там в Shared Preferences или еще где-нибудь. Но не в данных пользователя. Хотя, по сути, как бы они относятся к объекту пользователя. То есть, это пользователь же у нас зашел на этот экран. И, может быть, стоит хранить их именно там, именно в объекте пользователя, а не где-то еще. Потому что, когда начинается процесс синхронизации данных между устройствами или через сервер, такую информацию, возможно, тоже стоит передавать. Но, опять-таки, здесь нужно найти такую тонкую грань. То есть, тонкая грань между тем, я вот сейчас быстро перескочил, наверное, к последнему, о том, какие данные мы синхронизируем через нас, а какие мы синхронизируем через Android. То есть, сейчас вы знаете все, что мы можем там Shared Preferences синхронизировать между Android-устройствами через один Android-аккаунт. И тут, то есть, мы не можем уже теперь, ну, точнее, мы можем не складывать их в одно место, мы можем в различные места их вложить. Но при этом мы можем их объединить в одну модель. То есть, наличие разных хранилищ, допустим, база данных и Shared Preferences, наличие разных классов, все равно дает вам возможность объединять это все в одну модель и действовать в рамках этой модели. Ну вот, локальными данными являются также и UX-данные. Например, вот, собственно, вход на определенный экран, либо там показ туториала пользователя, на каком экране он там остановился. Либо есть тоже пример по этому поводу. Это лента новостей. Вот вы читали какую-то ленту новостей свою, дошли до определенного момента, вышли из приложения и закрыли его просто. Потом возвращаетесь, что вы ждете? Вы ждете, что у вас лента будет на том же самом месте, а не в начале, потому что, ну, вы же, наверное, не дочитали дальше. Хотя такой логики я не видел вот нигде, ни в одном приложении. Я не видел вот того, чтобы данные UX вообще хоть как-то сохранялись. То есть, да, в рамках там работы приложения там сохраняется, допустим, ну, если вызывается он пауз, он резюм, либо даже там он крейт, он дестрой, там можно сохранить, на каком элементе списка мы остановились и прочее. Но я никогда не видел, чтобы при закрытии приложения сохранялся вот тот элемент списка, который мы смотрели, чтобы мы открыли и, собственно, на нем, на него мы снова смотрели радостно. Различные хранилища данных. Ну, вот, как я уже говорил, может быть много хранилищ. Можно хранить в JSON что-то просто в файлах на Android. Можно хранить в Shared Preferences, можно хранить в базах данных, можно даже не в одной хранить в базе данных, а в двух, если очень хочется. Но здесь есть одна ошибка по поводу Shared Preferences. Они сами по себе являются структурой данных. И не нужно пытаться запихивать в Shared Preferences JSON никогда. Хотя такие случаи тоже бывали. Не нужно пытаться как-то построить в одном хранилище, ну, то есть можем же указать там имя, preferences. Не нужно туда пытаться добавить данные разных типов, данные, которые относятся вообще к разным моделям, и вообще они не схожи абсолютно ни по логике, ни почему. Нужно определять в приложении данные, я тоже об этом уже говорил на какой-то конференции, восстанавливаемые и невосстанавливаемые. То есть восстанавливаемые данные — это которые вам по сути не нужны. Допустим, у вас приложение всегда работает через интернет, там создание каких-то заказов и прочего. И вы при открытии активити с созданием заказа, допустим, получаете список городов, в которых у вас можно оформить заказ. Это восстанавливаемые данные, потому что этот список вы получите всегда, потому что для оформления заказа вам нужен интернет. И эти данные можно вообще не хранить где-то, как сказать, где-то в каком-то хранилище, можно их хранить просто в кэше, потому что как только пользователь покинул вашу активити, эти данные вам уже не нужны. В следующий раз вы взяли просто и обновили. Это очень актуально было у нас для приложений такси, когда я еще работал над ними. Там были состояния заказов. Это были абсолютно восстанавливаемые данные. То есть водитель всегда держал связь с сервером, и, соответственно, он в определенный момент всегда получал набор состояний. И когда он отключался, эти состояния ему не были нужны. Мы эти данные даже не хранили вообще нигде. Мы просто парсили их и прямо в активити отправляли объект, по-моему, просто через класс обычный, джавовский. Невосстанавливаемые данные должны находиться в хранилище. Например, очень хороший пример — это отложенные заказы. Когда у вас может, допустим, там менеджер где-то работает, там что-то какие-то заказы оформляет, он работает на точке, где нет интернета вообще. То есть да, у него там есть предустановленный список товаров, но заказы он не может по какой-то причине отправлять. Соответственно, их нужно все-таки сохранять где-то на устройстве, чтобы потом можно было их отправить. И опять-таки тоже я с этим сталкивался один раз, когда заказы хранили просто в виде уже JSON. То есть мы JSON на сервер отправляем, программист брал, формировал заказ, все, сервера нет, отлично, я этот JSON просто строкой где-нибудь сохраню. Там либо в базе, либо там в данном случае хранилось в Shared Preferences. И потом, когда мне нужно просто отправить заказ, я возьму, нажму и у меня эти данные отправятся. А что если заказ нужно изменить? Тоже вот вопрос. И очень часто именно вот такие моменты, как, допустим, регистрация, создание каких-то заказов и все прочее, оно хранится где попало. Оно хранится либо вот в классе Application, потому что программист думает, что ну как, пользователь же закончит заказ, новый же он не будет создавать, пока старый не закончит. Соответственно, я могу их хранить там. Либо они вообще никак не хранятся. Вот об этом я тоже чуть позже расскажу. Собственно, вот поток данных, или как я называю, это Bundle Hell. Пример регистрации. Много дизайнера нарисовал много экранов, нарисовал их, допустим, штук пять. В первом мы выбрали, что мы будем регистрироваться через, не через контакт, не через Facebook, через номер телефона. На втором экране мы ввели имя, фамилию. На третьем экране мы выбрали город, там, возможно, или место какое-то по карте. Четвертый экран мы получили, отправили запрос на SMS с кодом. И пятый экран, собственно, мы ввели код, пятый экран, все complete. Я очень часто вижу, когда все эти данные передаются от фрагмента к фрагменту через Bundle. Просто здесь мы записали это, отправили следующему фрагменту, там в этот Bundle в тот же самый еще записали что-нибудь, отправили дальше и так далее, и так далее, и так далее. Допустим, это очень… в плане регистрации это не критично, да? Ну, пользователь, если ему надо, он еще раз введет просто те же самые данные и все. А, допустим, создание сложных заказов. Вот он вводил что-то там, выбирал какие-то товары, все прочее, прочее, прочее. Оп, батарейка села у Android. Либо там, не знаю, приложение по скачиванию торрента вдруг внезапно сожрало всю память и как бы приложение просто отвалилось. И, соответственно, данные все пропали. Здесь вообще очень показательный пример, потому что тут… Это пример из реального проекта, который писал Junior. Вот, и здесь очень много ошибок. Во-первых, вот это вот. Не так критично, но вот эта вся вещь, она вырежется на этапе, когда сработает ProGuard. То есть у нас вот эта штука, она просто перейдет в какие-то непонятные символы. Да, возможно, нам это без разницы, нам это не нужно. Но как только мы как-то поменяем немножко построение именно в плане пакета, в плане всего Android-приложения, допустим, рефакторинг, сделали, поменяли там местами какие-то пакеты, вот это, опустированное вот это вот, оно не будет совпадать с тем, что было… То, что было вначале, не будет совпадать с тем, что будет у вас в следующей версии. Потому что будут совершенно другие названия. Допустим, было A, там, точка B, точка C, будет B, точка C, точка D. И, соответственно, пользователь обновит приложение, и вот этот вот bundle key, он будет совершенно другим. Возможно, это не критично, но я бы делать так не стал. Второй момент, как мы все видим, этот объект у нас еще является… По-моему, мы его еще можем получить как-то и десериализовать, и сериализовать JSON, да. То есть тот же самый объект мы можем сериализовать JSON. Но нам же нужно передавать этот объект через activity, через фрагмент. Соответственно, мы сделаем метод toBundle и передадим его через bundle, как просто putSerializable. Ну, как бы смысл, bundle потерялся, если мягко говорить. Если грубо говорить, то здесь вообще, по сути, вот этот вот код – это какая-то фигня. То есть, ну, вы хотите передать объект между activity, да? У вас здесь пока что abstract model, и в ней есть только ID-шник. Кто знает, может быть, в дальнейшем там будет не просто ID-шник, может быть, в дальнейшем там будет очень сложный объект, который будет, допустим, не полностью сериализуемым. Или какие-то поля будут иметь настолько много зависимости, что вам придется и в них прописывать там Serializable, и, соответственно, объект очень сильно разрастется. Хотя, по сути, вот в Android, ну, как бы вы можете хранить объект где-то отдельно, допустим, в Singleton. Я, кстати, не понимаю вот этой паники по поводу Singleton, учитывая, что в приложении для Google I.O. они были. Это в свое время очень много вызвало недоумение. Почему? Как? Как вот Google? У них спросили, как вы передаете, по-моему, результат, да, результат того, что у вас выполнился запрос к серверу. Они сказали, так, через Singleton. Сказали, как через Singleton? Ну, вот так вот, потому что как вы по-другому передадите, как вы оповестите? Ну, это было, по-моему, давно еще. Это был, ну, как давно, по-моему, 14-й год это был. Вот. И не нужно опираться на то, что данные у вас будут жить вот этой жизнью между фрагментами. Фрагмент удалится, не знаю, там, поломаете где-нибудь backstack, и все у вас, все нафиг пропадет. Вот. И поэтому нужно минимизировать передачу данных между activity и фрагментами. Данные не должны храниться вот в этом потоке. Не нужно опираться на то, что у вас всегда данные там будут. И третий момент. Все объекты должны иметь идентификатор. Если вы создаете даже регистрацию пользователя, ну, поставьте ей идентификатор текущее время. Ничего страшного с этим не будет, если у вас будет еще одно поле. Но при этом вы сможете, во-первых, определить, что у вас такой объект есть при следующем запуске приложения. Ну, пользователь там вводил много-много данных, потом закрыл приложение, там включил, опа, а у него уже все введено. То есть он может продолжить регистрацию. Допустим, он выключил приложение для того, чтобы посмотреть там свой номер телефона или свой домашний адрес. Ну, бывают забывчивые пользователи. Бывают пользователи, которые даже думают, что программа у них будет работать с выключенным планшетом. Но это не делает программу рабочей. И передача только идентификатора между фрагментами, между Activity, она очень сильно уменьшает связанность. То есть вы уже не опираетесь на те данные, которые вам пришли. Вы опираетесь на то, с каким объектом вы будете работать. Допустим, вот Activity, ну, скажем, альбомы исполнителя. Вы можете, да, вы можете передать в Activity там все альбомы, либо вы можете просто передать идентификатор исполнителя и получить уже там все альбомы. Возможно, как-то, возможно, вам нужны не все. Но в том числе я видел примеры, когда вот передавались прям данные целыми пачками. И тут мы приходим к такому моменту, к моменту толстой модели. Вообще единственное такое развернутое описание толстой модели есть в рельсах Ruby on Rails. Если кто-нибудь там когда-нибудь писал, то он понимает, о чем я говорю. Потому что толстая модель — это очень удобно. Потому что вы с помощью нее именно опираетесь на данные. То есть вы не опираетесь на то, что у вас будет где показано, какие будут процессы происходить именно там в контроллерах, если вы используете там MVP или там MVC. Вы опираетесь на то, что будет происходить с вашими данными в приложении, как вы будете их изменять, как вы будете с ними работать. Все операции данными проводятся через модель. Никаких прямых запросов к базе, никаких вызовов, скольт-запросов в Activity, где-нибудь там в операции или при получении данных сервера. Вы можете эти все операции вынести просто в модель. Я здесь уточню, что модель в данном случае — это имеется в виду конкретный класс. То есть вы выносите это в конкретный класс, в конкретную операцию. Допустим, я хочу записать в базу данных результаты поиска. Взяли, записали. Валидация данных. Очень интересный момент, потому что по сути большинство валидации выполняется все-таки в Activity. То есть вы проверяете, что у вас email там совпадает, с RegExpo, у вас там номер телефона введен правильно и прочее, прочее, прочее. Но когда возникает, допустим, два фрагмента или там две Activity, в которых нужно выполнять валидацию одних и тех же данных, тут возникает проблема. Тут возникает дублирование кода. А если у вас валидация данных идет в модели, то дублирования нет. Вы можете просто… Ну, самый простой пример. Вы можете сделать метод там у модели Validate и возвращать int 0, если все хорошо, и другое иное число. Это будет идентификатор строки, который вам нужно показать пользователю. Это действительно работает. Это такой простой пример, когда, допустим, нужно просто в текстовых полях что-то показать. Там под текстовым полем показать ошибку, если она есть. Вот. За счет переноса запросов и за счет переноса валидации данных упрощается тестирование. То есть вы, опять-таки, вы тестируете только модель. Вы не тестируете пользовательский интерфейс в своем большинстве. Это тоже очень активно юзается в рельсах. Хотя, как бы, я когда начинаю говорить про рельсы и про андроид, мне говорят, что это же серверная разработка и клиентская разработка. Я говорю, а в чем отличие? Ну, там данные в мобильном приложении мы получаем сервера. Я говорю, ну, так вы просто, по сути, вы синхронизируете базу серверную с базой на андроиде. Почему так не сделать? Ну, потому что там есть сложные бизнес-процессы, которые вот там проходят так. Мы, допустим, отправляем запрос, там есть ожидание запроса, мы потом получаем его статус. Я говорю, а почему это все не вынести в модель? Почему не сделать просто там в модели, ну, допустим, у запроса там сделать на поле статус? И там его проверять потом. И записывать туда, если запрос прошел. То же самое валидация. Вы можете написать там несколько тестов, которые будут работать только с моделью, на валидацию данных, чтобы проверить просто валидация, это работает или нет. Чтобы не проверять, что в UU у вас именно выводится именно такого цвета, именно такого размера, что-то там. Это можно сделать при помощи, там сейчас, кстати, появилась одна тулза, которая позволяет сделать кучу-кучу скриншотов, имея всего одно устройство. Ну, как оно выглядело бы на различных девайсах. Вот. И запросы к серверу. Вот я уже начал об этом говорить. И говорил, что можно формировать запросы к серверу как объекты базы. То есть у вас получается, что запрос — это тоже объект, и он тоже имеет свой цикл жизни. То есть вы его сначала создали, запрос, допустим, при входе в Activity с поиском. Создали этот запрос. Дальше что у вас еще может быть? При поиске, строка поиска. Вы, соответственно, добавили вот в эту модель, в ваш объект базы, добавили запрос. Все, у вас уже есть сформированный запрос, который хранится у вас в базе. У него, как я говорил уже, есть идентификатор, который должен быть всегда. И потом, когда мы обращаемся к серверу, мы просто говорим, что вот, слушай, у нас есть запрос, сейчас вот висит пользователь, что-то ввел. Ты его отправь и в базу запиши ответ. А нам просто скажи, что ты это сделал. Все, получается, что связанность между пользовательским интерфейсом и запросом к серверу, она вообще минимальна. То есть мы работаем абсолютно всегда через базу данных. И опять вот пример, который я поговорил с заказами, что отложенные запросы, запросы, требующие подтверждения, длительные операции запроса, они все могут очень хорошо работать через модель. И если у вас вот этого нет всего, особенно вот этого вот и вот этого вот, то это очень хорошо. Но в любом случае это может появиться. Потому что иногда backend является очень сложным. Опять, к примеру, могу привести 1С. Это просто больная тема. И там запрос на смену состояния заказа мог выполняться у нас до, по-моему, до... Соответственно, мы отправляли запрос и дальше мы получали статус. И в этот момент водитель маршрутного такси мог просто выключить планшет. Я один раз сам поехал, думаю, в Москве поеду, просто прокачусь на своем такси, в котором раньше работал. Я сижу, смотрю, что он все там, он включил таксометр, все нажал, у него отправился запрос на изменение состояния, он просто берет и выключает планшет. Я сижу, думаю, как так вообще? То есть мы такой use case вообще не предполагали никогда. Да, и хорошо, что у нас это все именно хранилось именно вот так, потому что когда ему пришел наконец-таки ответ, мы знали, что у нас есть такой запрос, что он отправлен и, соответственно, обновили статус. Примеры. Это я буду использовать здесь Realm, но можно использовать абсолютно любую базу данных, просто с ним получаются примеры поменьше и попонятнее. Это очень простой пример. Просто у нас есть класс, в котором у нас есть инстанс Realm для IV. Ну, я убрал там инициализацию и прочее. И, соответственно, есть три метода. Получение списка исполнителей, списка альбомов и списка треков. Получается, что в Activity мы вот этого вот всего не пишем никогда. То есть мы просто получаем, нам нужны альбомы, нам не надо знать, есть они там, нет их там. Просто дай нам альбом. И передаем мы, опять-таки, только идентификаторы, которые как раз мы передаем между Activity. Допустим, есть Activity с исполнителями. Нажали на элемент списки, передали идентификатор. Все. В альбомах просто получили по идентификатору список. Их показали, нажали на трек, то же самое абсолютно. Вот. Более сложный пример. Он показывает, как можно работать в V вообще без объектов базы. Вот я уже говорил про поиск. Я про него говорил, собственно, потому что пример у меня по поиску. Вот. У нас есть какая-то модель. Могу сказать, что вот класс RealModule, это просто класс, в котором содержится вот эта вот переменная. Все. То есть там будет ничего не понятно. Она просто есть и она служит для того, чтобы потом можно было через DI или просто вручную просто создавать вот эти вот инстансы. Модель у нас не содержит никаких полей. Абсолютно никогда не содержит никаких полей. Потому что модель — это, скажем так, интерфейс доступа к данным, а не интерфейс данных. Что вот здесь мы делаем в этой модели? Мы создаем новый поиск. То есть когда мы запустили activity поиска, мы говорим, что нам нужно создать новый поиск. Это наше намерение. Намерение совершить какую-то операцию над моделью. Соответственно, мы это намерение выносим в новую модель. Вот. Здесь все очищается. Это вот ситуация, когда, допустим, у нас поиск может быть только один, без каких-либо историй поиска. Создаем новый объект и устанавливаем ему идентификатор. В данном случае это будет нас темстамп. То есть пользователь же не может одновременно создать два поиска. Все, нажал на кнопку, создал один поиск. Вот поэтому мы будем брать темстамп. И, соответственно, мы возвратили ему первый найденный. Дальше. Метод, опять-таки, пользовательского интерфейса, который мы будем вызывать из пользовательского интерфейса, это обновить просто запрос. А здесь мы уже, то есть мы вначале в activity создали этот объект, но мы его не получили. То есть мы знаем, что у нас в модели есть этот объект. И сейчас наше намерение — это обновить в этом объекте запрос. Взяли, соответственно, обновили. Вот. Здесь уже используется метод getCurrentSearchResult, который, собственно, возвращает нам… По сути, это вот в этом методе примерно вот такой содержится. То есть мы получаем самый последний созданный объект. И теперь у нас в модели уже содержится вот этот объект с запросом. И мы можем просто передать вот этот объект на обработку серверу. То есть мы можем сказать, что… Ну, я не знаю, как… Там у меня, по-моему, будет пример с хроносом. То есть, по сути, мы можем просто отправить серверу вот эти данные без указания, какие именно данные мы отправляем. Мы просто говорим, что вот, выполни, пожалуйста, такой запрос, запрос поиска. Вот. Все есть. Все, что не надо, есть в модели. Такой подход, он заставляет думать. Он действительно заставляет очень много думать, потому что у вас уже нет какого-то конкретного объекта, с которым вы работаете в Activity. Вы оперируете моделью. И здесь, на самом деле, по-моему, когда… Ну, если, опять-таки, если вы писали на рельсах, то это все понятно. Если нет, то просто забыть. Просто забыть о том, что существуют вот эти объекты, что их можно как-то где-то создавать, кроме как через базу, что можно их показывать, можно их получать, можно их показывать. Но какие-то операции над ними нужно выполнять именно через модель. Ну и, соответственно, когда мы с сервера что-то получили, мы данные просто обновляем, опять-таки, в этом же поиске. Здесь у нас один поиск всегда, потому что мы вот здесь вот выполняем очистку. Но если нам нужно сделать, чтобы была история поиска, просто вот это убираем, у нас все работает. То есть мы не создавали такой объект Singleton и не хранили это все где-то в Activity. А потом, допустим, нужна была бы история поисков, мы тогда бы уже оградили создание где-то модели, создание объектов, запись. Было бы все хорошо, но заняло бы очень много времени. Почему сразу не хранить? Сразу хранить при любом изменении нет проблем. Взяли в модели, поменяли, все стало хорошо. И теперь операция. Да, у меня пример с Хроносом. Надеюсь, что RedModrobots не смотрит сейчас эту трансляцию, что они закидали. Вот. Что мы делаем? Здесь неважно, что за метод. Метод отправки к серверу. Мы используем Retrofit, создаем его сервис, получаем модель. Метод CreateModel, он просто создает модель нужного нам класса. То есть он есть в базовой операции. И он нам может вернуть вот эту модель. Почему, кстати, в модели у нас нету никаких полей? Потому что модель мы можем создать откуда угодно. Это просто интерфейс доступ. То есть это не сами данные. И, соответственно, потом взяли, получили ответ. И опять-таки через модель обновили данные. Вот. Здесь вот видно, что мы вызываем метод Search Retrofit. И берем запрос. То есть можно было на самом деле добавить сюда еще метод типа GetCurrentQuery. Ну, как бы здесь вот так. То есть мы получили текущий поиск и получили у него его элемент. Преимущества. Какие преимущества использования вот этих вот именно конкретных моделей? Примерно в такой реализации. Реализация не идеальная. Можно ее расширять, добавлять. Но вот именно такая реализация дает определенные преимущества. Можно использовать Dependency Injection. Понятно почему. Потому что мы можем вот этот объект. Ну, создать просто провайдер объекта и потом его откуда угодно получать. Можно использовать с Rx или с Observable. Вот на DroidCon 14 я как раз говорил про Observable. Как с ней можно работать вместо Rx. Тогда были, кстати, вопросы, почему вы не используете Rx. Потому что Rx тяжелый. И порог вхождения в Rx, правильный порог вхождения в Rx, он очень высок. Потому что в этом Glitter или как называется чат, который GitHub-овский, там много таких просьб помочь с Rx, где видно, что люди вообще ничего не понимают. Я сам, конечно, ничего не понимаю в нем. Ну, так, не сильно. Но там вообще какие-то очень странные вопросы из разряда, почему у меня не выполняется там ни в том потоке. Все операции над моделью со стороны сервера и клиента находятся изолированы. Вот они все у нас в классе модели. Вот в этом вот. То есть мы нигде, нигде не делаем прямых запросов. Если у нас что-то меняется, то при правильном проектировании в модель не будет добавлено много методов. Если мы изначально понимаем, что нам нужно показать пользователю, какие мы можем выполнять операции над данными, мы их изначально записываем в модель. Можно даже использовать Test Drive and Development, когда мы пишем сначала тесты над моделью, потом пишем в свою модель. И, собственно, все. Она у нас такой и остается. Легко очень внедряются ограничения данных. Можно там возвращать исключения, которые будут содержать список полей или что-нибудь еще. Вот возврат строки с ошибкой. Или можно через валидатор. Валидатор — это тоже… Можно придумать любую реализацию его, но по сути мы передаем просто как callback. То есть мы передаем при задании какого-то поля, передаем callback, и он нам говорит, что все хорошо или все плохо. В пользовательском интерфейсе нет преобразований данных. Все преобразования данных у нас в модели. Мы получаем только результат, который нам нужен. И сама по себе модель заставляет на этапе проектирования больше времени уделять полировке API. То есть больше времени взаимодействовать с серверными разработчиками, долбать их, чтобы они сделали так, как нам надо. В принципе все, что я хотел сказать.